На отдых с чувством выполненного долга. Сегодня депутаты последний раз встречаются перед парламентскими каникулами. До начала сессии не обсуждение планов на отпуск, а подведение итогов. Депутатский корпус обновился чуть меньше года назад. И работа этого шестого созыва получилась действительно урожайной. Как на законодательные инициативы, так и на поправки в главный документ края. Сегодня на повестке еще почти 60 вопросов. Самым важным вопросом стала корректировка бюджета. Расходную часть увеличили больше чем на 700 миллионов рублей. Эти деньги направят на строительство и ремонт транспортных артерий региона, отдых детей, переселение людей из аварийного жилья и на возведение спортзалов. Благодаря качественной работе всех структур власти в этом году удалось эффективно распределить средства и оперативно вносить правки в бюджет, отмечает Вениамин Кондратьев. Главный документ края уже по традиции социально ориентирован. Отрадно говорить, что мы три раза с вами уже за полгода вносили изменения в бюджет с точки зрения увеличения расходов из бюджета. На строительство и реконструкцию школ и детских садов в краевом бюджете на этот год предусмотрено 5,5 миллиардов рублей. Федеральных денег полтора миллиарда из этих. Четыре миллиарда. Это собственно краевой бюджет. Далеко не каждый субъект далеко, еще раз далеко, может похвастать, потому что он может выделить такую сумму. Это мы хотим, чтобы больше просто было стобальников, потому что наши дети должны учиться в современных школах, потому что эти сегодняшние мальчишки и девчонки, школьники, завтра эту экономику и будут делать. Поэтому мы не можем сегодня экономить на них, значит мы сэкономим на будущем благополучии всего края. В консолидированный бюджет края уже удалось собрать порядка 127 миллиардов рублей. Это больше на 9 миллиардов, чем за такой же период в прошлом году. Существенный вклад внесла и работа с налоговыми должниками. Не нужно это понимать, что вот раз и получили эти денежки. Конечно, этому предшествовала огромная совместная работа всех исполнительных органов власти, законодательного собрания края по формированию прежде всего благоприятного климата для развития экономики. А вот это развитие экономики, оно и дает дополнительные дивиденды в доходы Краснодарского края. Еще один дополнительный миллиард рублей отправится на поддержку образования. Аналогичная сумма поступит на новое медицинское оборудование, повысит и заработную плату. Согласно майским указам президента страны, на оплату труда учителей и медиков в регионе направят 4 миллиарда рублей. Больше станут получать и работники культуры. Преобразить планируют и сельские клубы. У нас существует программа по развитию культуры. И в рамках данной программы есть средства на улучшение внутреннической базы, на капитальный ремонт зданий. Безусловно, парламентский год оцениваю положительно, что очень много сделано. Очень много сделано и в развитии социальной сферы. В том числе были приняты и необходимые законы, изменения в законы. Подводя итоги совместной работы, губернатор края отметил закон о защите правдольщиков, который помог навести порядок на строительном рынке. Большая работа проделана и в законодательной базе в отрасли сельского хозяйства. Впервые была принята программа поддержки начинающих кооперативов. Аграриум стали возмещать до 90% затрат на закупку оборудования. Это должно помочь добиться показателей, которые заявлены в стратегии развития региона до 2030 года. А работы предстоит еще немало. В новом составе депутаты уже приняли больше 150 краевых законов и 500 постановлений. Трижды наши депутаты обращались с инициативами в Госдуму. Депутаты 6-го созыва активно сотрудничают со всеми профильными подразделениями администрации Коснодарского края. На мой взгляд, это показатель того, что исполнительная и представительная власть Кубани имеют общую цель, общее понимание средств, необходимых для ее достижения. Поэтому, уважаемые коллеги, давайте и дальше работать сообща над совершенствованием законодательства Коснодарского края. На сегодняшний день сделано много, но планы у нас на перспективу большие, амбициозные. Я думаю, нет тех планов и задач, которые бы мы не преодолели. Я, прежде всего, хотел бы поблагодарить вас за очень тесную, конструктивную работу, весь депутатский корпус, за сотрудничество, коллеги, именно сотрудничество с органами исполнительной власти, с муниципальными образованиями, за плодотворное и конструктивное. Темпы экономического роста у края достаточно серьезные. Нам важно сегодня эти темпы не снизить, а только еще активнее набирать обороты и максимально вовлекать сегодня в экономический дивиденд те отрасли нашей экономики, которые, может, где-то под отстали. Нас много, мы должны думать, как это сегодня сделать. На самом деле мы можем, мы многое вместе можем, если мы вместе вернуть, сохранить и приумножить. На свои рабочие места депутаты вернутся в сентябре, а пока у них есть время пообщаться с жителями своих округов. Важно услышать их проблемы и после применить эти знания в работе, считает Вениамин Кондратьев. Уже осенью народным избранникам вместе с представителями исполнительной власти предстоит продумать и принять дорожные карты по развитию направлений, указанных в майском указе президента. В них будет обозначен алгоритм действий, сроки и персональная ответственность каждого за реализацию планов. Инна Чайка, Алексей Комаров и Денис Москаленко, Кубань, 24, Краснодар.